Всем привет, я Эмбрен, а наша компания продолжается за Казань. Москву сейчас я уже здесь почти добил, давай-ка. Чпык, всё, готово. У них, конечно, здесь тоже профка есть, но она уже очень долгое время захвачена восстанием здесь каким-то, не знаю. Ну, значит, мы сейчас её тоже будем забирать. Давайте. И денежки, пожалуйста. 105 монеток. Вот, всё. Получили мы сейчас её, только проблема добраться до неё. Вопрос как? Тут московские двори, они вон в Коле, они, кажется, тут вообще обитают, что ли? Ничего себе. Добраться. Слушай, Польша. Право проходика. Пожалуйста. Ты можешь мне дать? Да, может. Там мнение плюс один, а минусов вообще нету никаких. Поэтому даёт право прохода. Вот так вот мы взяли с Польши и подружились. Фигеть. Всё, пошли сейчас с дворянами разберёмся. Так, сейчас я решил пойти на радикальные меры, потому что нам реально нужно освободить одну ячейку дипломатических отношений, чтобы сделать союз манджурей. Сейчас узнаете почему. А меры, какие-то меры будут, ну давайте мы сделаем вот так. Престиж не хочется отдавать. 95, бонус такие хорошие. Можно дарить провинции. Помимо уменьшения желания свободы, это вроде как отношения даже наши увеличит. Давайте я отдам вот эту вот пробку тебе. Отдам также, ну само собой, это временная акция такая. Ещё давай-ка, где-то побольше, 4%. Вот эту, вот эту забирай. Вот эту, 54. Ну и давай потратим немножко престижа. Успокой местную знать. Всё, 44. И теперь присоединить. А, отношения. Давайте в лучшем отношении. И 190, всё. Сейчас мы можем брак сделать, чтобы уж наверняка добить наши отношения. И присоединяем, давай. Вместе со всеми этими провинциями, конечно же. Почему с Манчжурией? Сейчас я с ней союз сразу сделал. Почему нужно? Дело в том, что тут, нападая, например, на Айратов, сразу уступается Шунь, Корея, Нинься, Чуву, Чагатай, Кам. Вот так. У Шуния много войск. Плюс вот эта вся фигня по типу Кама. Она как бы в совокупности тоже толпой налетит на нас. А я хотел на восток идти. Выходить прямо вот сюда вот. Это должно помочь сделать Манчжур. Вот этот. Конечно, мы будем тоже отдавать эти территории после войн. Но без него тут никак. Яркен только вот. Но он что-то как-то не очень хочет сражаться. А, он участвует в другой войне против Кашмира. Ну ладно. Ну и войск у него, как обычно, тоже не особо много. Сейчас он, конечно, потрепал их. Но у него, в принципе, их немного. Взял уже 16-й воентех. И мы, хотел сказать, сравнялись с османами. Ага, это невозможно. Сейчас я Шунь сделал нашим врагом. Кстати, он воюет против Шу. Шунь против Шу воюет. И мы можем налететь. Шу откажется сражаться. Вот эта маленькая фигня. Но она особо, конечно, роли не играет. Но позвав Манчжурию, Яркен, Дели, у нас войск прям нормально так получится. И мы этих спокойно разнесем. Также наш правитель умер. Пришел к власти вот этот 4-3-3. Следующий его наследник, хоть и слабые права, но 4-4-4-4. Так вот, я нашего сейчас правителя сделал командующему, что и командующих не хватает. И быстрее от него избавимся, быстрее этот к власти придет. Да, это маленький, конечно. Но пока от этого будем избавляться, этот уже вырастет. Тридцатку отправлять сюда не будем, потому что будет она истощаться. Эту двадцатку давайте пошлем сюда. И вот этого. Сейчас команду еще переставим. Опа. Иди сюда. И налицем уже на шуни. Захватим айратов и вот его. А, я еще же хотел сейчас построить мануфактуру. Деньги-то накопил. Вот эти вот. Плюс 93 доход. Плюс 62, 55 и 49. Подкоплю еще вот эти вот возьму. Да, они дорогущие, но потом они себя окупают и прям неплохо так денег приносят. Все. Большую орду мы сейчас заинтегрировали. Ого, у тебя войска, кстати, намуштрированные здесь. Нормально. Но у меня лимит здесь уже как бы стоит вот этот. Давайте я вас, наверное, удалять не буду. Но оно будет падать. Это вымуштрованность. Ну жалко такие классные войска удалять. Пускай стоят просто. Черт. Да, Элизавета нас повоевает с Трансаксанией. Ну давайте. Так, только здесь крепости. Сейчас пока они тут заполнились. Могут захватить их быстро. Ладно, пошли сейчас. Разберемся тогда с Трансаксанией. Все равно как бы надо это в любом случае делать. А Шунь никуда далеко не убежит. Он и так обречен. А в Трансаксанией я сразу скажу, что я хочу забрать вот эти территории. Там, конечно, видно, что претензии висят. Но чтобы Дели знала. Так. Ладно, он эти территории хочет, я понял. Быстро их здесь размотали. Сепаратный мир, конечно, можно заключить. Позабирать территории себе. Но я не хочу. Пускай Дели нам сам отдаст то, что он пожелает. В любом случае, все, что нам отдаст, это нам будет надо. Серьезно? Посмотрите, какой сейчас командир создался. Ну вы издеваетесь? Ой, господи. Я даже не знаю, что лучше. Но это, наверное, все-таки будет лучше. Причем чисто на маневренность командующей. Ладно, мне 4 с 4 не хочу еще эти очки тратить. Пускай будет этот самый крутой на маневренность. Войта маневренная пачка будет какая. Ну слушайте, отдал он мне 3 провинуса. Из них только я одну эту смог разграбить. Визуально увеличился, конечно, да, прикольно. Но вот развитие-то у них низкое. Вот если бы эту отдал, одну уже было бы классно. Столица у него здесь. В итоге раздельна страна на 3 части. Ну война сейчас пока продолжается. Так, только что, короче, хана у нас умер. И к власти пришел вот этот вот. 4, 5, 6. Доход от налогов еще. Плюс 10, слушай, неплохо. 12 прирост военки. 8, 9, 12. Ну, тут, конечно, да. Плюс 3 от советника, но тем не менее. Сейчас я могу вкачать военный тех. Я, конечно, тратил все на вот этот вот корабли взять. И уже тогда артиллерия плюс 10 процентов. И дисциплина плюс 5. Так больно было вот эти вот корабли прокачивать. Бонусы на них ведь. У нас нету кораблей в принципе. Сейчас я лучше возьму 17-й военный тех. У османов уже 18-й. Да, если у него догонялки играть, ну это дорогое удовольствие. Вау! Военная реформа. Нифига себе. Реформировать флот, конечно же. Тут вот услышали, что я говорю. Сухопудные войска. До 30-го года получаем боевой дух армии плюс 20 процентов. Скидка на военный тех, профессионализм 2 процента и 200 военных очков. Вот тут, вот тут вообще вот просто взять и повоевать с османами. Но даже если мы сейчас затащим... О, Дэри не хочет участвовать. Даже если мы сейчас затащим, а мы вполне можем затащить, мне кажется. Кстати, таким-то бонусом-то 20 процентов. Боевой дух. Затащим, то потом османы захотят мстить. И тогда уже у нас к этому моменту может боевой дух пропасть 20 процентов. И нам реально отомстят. Кстати, я узбекскую хочу еще культуру принять. Давайте. Потому что мы эти территории потом захватим. А тут узбекская культура везде. И процент будет уже там не 7, а побольше. Ответ Ногайская, Мишарская. Они входят в нашу культурную группу, поэтому дебафы не такие сильные. Не хочу их брать. Так, господи, что ж мне так везет. Вы посмотрите, какой тут у нас командующий. 6 у него маневренность. Ладно, хоть остальное по единичке, по двойке есть. Спасибо. 6. Во я везунчика. Все, я взял пушки, а также дисциплину прокачал. И теперь можем взять внутреннюю политику. Давайте-ка. Вот, дисциплина еще плюс 5. То есть там за эту идею плюс 5. И тут еще плюс 5. Ай, кстати, вот это берем. Вот это. Статус халифа. И создать центр ислама. Только раньше такого не было у нас вроде бы. Стоимость технологии минус 5%. Давайте. Сейчас деньги еще немного подкоплю и налетим на шонь. Пока там бонус действует на боевой дух. Нужно разбираться. Только вот Манчжурия, она не может участвовать, потому что у нее долг 1200 монеток. Можно, конечно, выплатить. Не знаю. Без Манчжурии это, конечно, тяжеловато будет. Не, ну с другой стороны, тут слишком много стран, которые участвовать будут в этой войне. На стороне противника. И можно быстро разбить войска Шуня, потом разбить следующие войска. И пока они соберутся, они уже не соберутся. Потому что мы их разобьем по очереди. Но это звучит в теории классно. А по факту там фиг знает, что получится. Я сейчас только что взял 18-й военный тех. Мы догнали осман. Фигеть. У Шуня 15-й. И у всех остальных тут тоже. 14-й, 15-й, 16-й, корей 17-ю. Самая такая прокаченная. Ух. Так что, в принципе, мы можем участвовать в этой всей войнушке. И Архенда, конечно, участвовать не будет, потому что они участвуют в другой войне. Против... Кого? Против мин? И все? Угу, ясно. Ого, плюс 50 доход, серьезно? Фигеть. Ну, у меня там, конечно, и плюсы. Ладно, давайте сейчас вот так. У меня тут советник просто этот самый отвалился. Содержание армии минус 10. Любая дисциплина. Еще дисциплину давайте. Офигеть. Да, сейчас про доход уже такой не будет. Плюс 30... Ну, 3, считайте. Тоже, знаете, нормально. Давайте темно сейчас не будем. Сразу полетели воевать. О, Маньчжурия, слушай, с территории дадим? Захочет. А я готов ей отдать. Вот тут смотри, как некрасиво. Забирайся с удовольствием. Все. Теперь мы тут жестче. По всем параметрам. Поехали. Исплоченность тоже у нас низкая. Это тут надо решать войнами. Айратов, кстати, он присоединил. То, я так понимаю, маринетка была его, если не ошибаюсь. Так. Фух, затащили. Что-то как-то напряжно было. Шунь. 15 войны тех у нас 18. Это что было такое сейчас? Капец. Как будто с османами подрался. Ужас. О, нифига себе. Денежки и престиж. Спасибо. Так, давайте сейчас сюда. Сюда. Тану Уренхай обязательно. А у тебя здесь больше крепостей нету, да? А, тут. И это причем твоя столица? Ну, пошли. Сибейская культура. Я думал, она где-то в северне там. А это ты просто так растянулся. Кстати, теперь берем вот это вот. Просто войны усталости, ежемесячные даже будет у нас минус. Но она все равно будет расти, конечно. Как я понимаю. Но зато не так. Генералы без содержания плюс один у нас уже будет пять. И следующее берем бесплатные политики плюс один. Это я так понимаю. Вот это вот. А я думаю, где их все войска? Вроде там, ну, жесткое было. А они все вот. Они увидели нас и Дели и решили свалить всех в Маньчжурии. Главное, чтобы сейчас ее из войны не вытащили. А то могут ее сейчас так напрячь, что она из войны выйдет. Черт. Ее все-таки из войны вывели. Но мы продолжаем быть союзниками? Продолжаем. То есть, сейчас, в принципе, единственное, что минус, так это то, что мы территории не отдадим. А хотелось. Жалко. Эх. А здесь вот корейские войска балуются. Может, мы их сейчас как-то это самое. А нет, убежали. Ладно, постой. Берем эту крепость. Ну, пятьдесятка уже организовалась здесь. Тоже неплохо. А где Дели? А! Ты на юг пошла? С камом, кстати, закончили уже. Можно мир разграбить, кстати. А, ничего не получим. Контрибуции. Направление торговли. Разграбим. Ну, давай так, просто для галочки. И все, да? Толком-то ничего нельзя сделать. Ни марионетку, ничего. Жалко. Хотя, на кой нам здесь вообще марионетка нужна? 120 монеток вообще получат. А, что? А, ты чей-то вассал? Ты марка державышу. Нифига себе. Уважаю. Пошли, сейчас эти ход снимем. Пятерку эту с половиной. Это че она здесь стоит, смотрит? Тут уже 61 тысяча организовалась. Че-то они плани... Или нет? 62 и... Они ходят туда-сюда. Вообще непонятно, че они хотят. Ладно, давай крепость берем скорее. Тут, кстати, всякие сепартисты разбушевались, поэтому я вот эти два ИСК направил с этим разбираться. Так, 42 и... То есть, 49. Давай быстрее, хватай провинцию. А, тут еще у нас восстание. Тогда лучше с этим разобраться. А потом с этим. Эти нам не сильно мешают. Надо с этой пачкой все-таки подраться будет. Давайте. Ну что, давайте сейчас сюда вот подойди. И мы пойдем вот так вот так. Ты тоже подключайся. И... Есть. Готово. 32% сейчас мы накопили. Но здесь вот эти профки некоторые у нас отбивают. О, Делия активизировалась. Давай-ка занимайся вот этим. Мы пока еще даже до этих не дошли. Тех дипломатически прокачиваем. И... Может сейчас кого-то здесь тоже подловим. Подраться просто хочется еще. Ну-ка сюда. Есть. Если прямо сейчас предложили мир. Что мы получим? Вот это в любом случае нужно забрать. Но дешевенько, поэтому цыплят нормально. Но вот я хотел бы хотя бы вот так забрать. Вот даже что-то так. Красиво. Но счет 49. Это слишком дофига. Но эта задача вполне осуществимая. Потому что... Просто пошли сейчас вот с ними разберемся здесь. Давайте. Вот эти две пачки отправим сюда. О, стабильность. Или престиж 50%? Готов не пиво, а? Слушай, престиж давай. Потому что у нас тут... А, он падает на минус 2. Советник-то отвалился. Который нам снижение престижа уменьшал. Давайте. Даже не знаю, кого поставить. Дипломатического. О, на торговлю. Вот этого. Тик. Тут, конечно, крепость. Но стоят эти протикуляристы. Не хочется их трогать совсем. Можно на эту крепость пойти. Просто хочу, чтобы у нас хоть одна пачка занималась осадой. Тут 17 стоит. Шуньских. Пошли подеремся. Тут же корейские войска не подойдут. Ну, тут вот 11. А, ну, давай. Давай. На. А вот и корейский войска. Но мы победили все равно. Хотя это было прям капец. Прям-прям вообще нормально. Значит, здесь. Готовы? Пошли на эту крепость. Это сейчас тоже возьмем. Счет 48. Не отдадите? О, отдадут. Слушай, да даже больше, чем я хотел. Можно потребовать деньги, наверное. Или разграбить. Но тут нам ничего не получим. Угу. Чисто ради того, чтобы нанести вред. Это, конечно, можно сделать. Но вред небольшой там будет. Выплата контрибуций. Давайте вот так. И 72 монетки. О, пойдет. Можем сейчас поднять ранг своей державы. А, мы сейчас имеем королевство. И можем стать империей. Получим 25 престижа. Вот так. А у нас 97. Может позже поднять. Вся татарская культурная группа будет считаться принятой. Все формы правления делятся на ранги. Держава может иметь ранг туда-сюда. Но чем выше ее ранг, тем более сильный бонус она имеет. Ого. Давайте чуть позже. Ради престижа, а? Так вот поступим. Кстати, тут немножко осталось. Давайте. И возьмем идеи. Хотя университеты можно уже прямо сейчас взять. Так, вот эти вот земли я сейчас, в общем, прожмякаю и занационализирую. Опять с трансаксаней воевать. Серьезно? Ну, конечно, я согласен. Тем более, здесь у меня тридцаточка стоит. Давайте сейчас пойдем на эту крепость. Тут помахаемся, и я заполучу уже, надеюсь, что вот эти вот территории. Эти нам никто не отдаст, но эти надо. Так что погнали. Еще прокачиваем военные технологии до 19-го уже уровня. Лимит снабжения вырастет. Тактика, пехота и новый уровень крепости, которыми я вообще не занимаюсь. Ну, потому что, блин, они денег требуют. И, как бы, чем лучше эти крепости, тем больше денег они потребляют. А у меня, как бы, ну, не хочется тратить на крепости денежки. О, можем еще один эдикт взять. Или этот, или этот. Что лучше, мощь пехоты или получаемый урон минус 5%? Ну, что здесь плюс 15 целых процентов. Ну, пехоту я все равно использую. Наравне с кавалерией и артой 8-8-8. Конечно, ее нужно меньше использовать. Но я очень люблю пехоту, поэтому так. Ну, давайте возьму мощь пехоты. Плюс 15. Пойдет. А, слушай, подожди, аж я это тоже могу теперь взять. Давай. О, в итоге и то, и то взяли. Прекрасно. Ам, я сейчас налетел на джаванпур, думал, сейчас успею включить запись. Но не успел, потому что мы их очень быстро уничтожили в горах. И войск там было много противника. Фига себе. О, Яркен, ты серьезно? Тут тебя захватывать начали. Я уж собрался сюда идти. А ты вон. Ладно, пойдем к нему. Пошли. А, ты уже уходишь. Ладно, ясно. Уходим тогда. Помогу сейчас здесь декупировать провинцию. Это все. Я надеюсь на то, что ты мне как бы тут провинции хорошие дашь. Так, слушай. Ам, качаем тихо. А что у нас так все хорошо по техам, а? Такое ощущение, будто у нас по институтам вообще все классно. Но глобальную торговлю мы еще не приняли. А Османова приняли. У нас он только в столице, она есть. И все. Идет как-то медленно очень. Тут 77%. 97%. 22%. Хотя рядом находится. Короче, фигня какая-то. Ты что, серьезно, что ли? Капец. Когда ты... И как ты сюда пробраться-то, сумок, а? Он крепость-то хоть не взял? Не. Крепость я целую. И даже тут. Фигеть. Все. Война закончилась. Класс. Что получили мы? О. О. Слушай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть провинций. Отсыпал нам. А тут... Тут ничего не дал. Эти он себе хочет. А я их тоже как бы хочу. И правки дорогие, и культура, которая нам нужна. Она же ведь признанная нами. Ладно. Тут, в принципе, тоже неплохо. Давайте это дело поразаряем обязательно. Престиж 99%. Слушайте, ладно, давайте я повыше все-таки ранг, потому что такое. Ждать, пока там присижу подлет. Я хочу уже сразу бонусом наслаждаться от империи. Так, это... Это есть. А это еще поразаряем немножечко. Вот это вот. Ну и все. В итоге у тебя тут провинция, тут две, там. Бедная страна. Давайте национализируем теперь. У нас даже инновационность-то растет. Да, я там, конечно, бонусы он получил. Но она и сама по себе растет. Так, легализм. Еще престиж. Что ж такое происходит-то? Как мы до такого этапа вообще добрались-то? Сейчас я прокачаю еще дипломатические технологии. Ищу военные технологии до 20-го уже. А мы не тропимся? Просто османы 19. А может мне здесь что-то надо будет взять сейчас? Можно экспансионно и правда взять. Пойти в колонизацию. Ну это так ты будешь идти потихонечку по одной провинции. Так поп-поп сюда. И тут мы встанем. Потому что это не исследовательские идеи. Нет, конечно, их тоже можно взять. Ну, в Америку плейт сейчас. Уже 600-й год. Там по-любому все заняли уже. Все, что можно, кстати. Вот. Не, ну здесь не прям все. Но пока мы сюда доберемся. Добираться сюда мы будем долго. То все уже здесь как бы расхватит. Так что ну нафиг. Он Испания, кстати. Британ. А, Дания? Это Дания. Это у нас тоже Дания. А Британия? Что здесь в этом прохождении делает Британия? Я так понимаю, ничего. А это что? Фландрия? Офигеть. Вау. Британцы хоть что-то здесь захватили? Мне вот интересно. Новая Голландия. Ну это Франция совсем чуть-чуть. Посмотрите, просто офигеть. Британцы? Вы что? Мы сейчас на восьмом месте, а вы на седьмом. У вас в развитии 815-1070. Мне взять институт сейчас в пятый. И я улечу прям вот сюда вот. Обгоню Австрию. Кстати, сейчас же эпоха абсолютизма. И надо что-то брать здесь. Вот автономия, цена жесткая. Вот такое. Административная эффективность. Вот, годовое изменение абсолютизма. Он вроде как сам по себе не растет. Вот абсолютизм. И пошел рост. Да, он сам по себе не растет. Это вот то, что мы выбрали. Теперь он растет. Я так понимаю, я сейчас правильное решение сделал, что я вот его взял. Смотрите, что можно сейчас сделать. Речь Посполитая. Ну, в общем-то, она снова к нам конкурирующе относится, поэтому можно выбрать ее в качестве соперника. Давайте это сделаем. У них 169 тысяч. У нас 150. Военных тех у нас будет больше. Да, она там, скорее всего, тоже быстро возьмет 20-й, но тем не менее, османы. У них 300 тысяч. У нас 150 тысяч войск. Лучше не лезть. И резервы у них большие. Да, даже если позвать Венгрию, то все равно такой свой. А, е-мое. У Османской империи союзники это Австрия. А Австрия тут серьезная страна. Тем более она союзница Венгрии, поэтому ссорить их не хочется. А Дели и остальные наши союзники участвовать в этом не будут. Вот Речь Посполитая. В принципе, вот это уже хороший вариант. Она и слабее, чем османы. Венгрия может спокойно нам помочь. Швеция, конечно, полезет отсюда прям люто. Надо будет ее там ловить. Но фронт у нас будет вот такой вот. Никуда растягиваться не надо. Все, берешь и работаешь. А это вот Венгрия будет отвлекать от себя Речь Посполитую. Главное, чтобы Речь Посполитая Венгрию из войны не вывела. А то возьмет, накинется просто и захватит ее. А я помочь никак не смогу. Госпитальер, Венеция, Кёльн. Даже Венеция. 84 тысячи. Нехилая такая. Но, по поводу наших идей. Да, сейчас можно взять и просто пойти в оборонительный, либо же наступательный. Количество нафиг на том, я там святую в комментариях. А зачем? Мне, я не знаю, куда эти людские ресурсы девать. Их просто дофига. А, смотрите. В оборонительных, да, военные традиции от битв. Ну, а здесь престиж, правда. Это пополезнее, чем престиж. Боевой дух армий плюс 15. Это вообще класс. Маневренность. Содержание минус 5. Ну, хотя бы минус 10 бы сделали. Но это, наверное, жирно было бы. Здесь на крепости бонусы хорошие. На пополнение полков. И потеря от истощения на суше минус 25. Это вообще класс. И тут еще истощение вражеских армий. Построить бы еще бастионы. Там вообще османы задохнутся своими огромными пачками. Но, здесь. Натиск. Время формирования, это ладно. Огневая мощь. Престиж, ладно. Осадное умение плюс 20%. Вот это вот уже очень вкусно. Дальше. А лимит армии плюс 15. А что значит предел численности особых полков? Что за особые полки? Типа, наемники или что? Спецвазька, как в Хойке. Но тут я не знаю, что это такое. И еще дисциплина на 1 плюс 5. У нас тут дисциплина скоро вообще уже. Наверное, самая высокая вообще из всех тут стран. Ну и восстановление еще боевого духа армии. Мне кажется, что нам лучше все подходит именно наступательный. И даже не в том, что мы постоянно наступаем. А то, что вот лимит, например, плюс 15. А у меня тут с лимитом проблемы. 150 из 133. Поэтому лучше, конечно же, его приподнять. Кстати, профессионализм нашей армии 39%. Хотя я муштрой не занимался так там. Особо 5 секунд помуштровался и хватило мне. Может быть 40 взять и тут можно восполнять гарнизоны. Тут возвращение рекрытов при распуске. Уменьшение потерь боевого духа войск, находящихся в резерве. Ставимость генерала и прирост вымуштрованности. Плюс 100. Ну, тут весь прикол в процентах. То, что осадное умение тебе. Огневая мощь, натиска тоже. Но, чтобы этим заниматься, нужно войска, может, травать. А они же не могут этим заниматься, когда содержания нет. Или могут. Подожди, или могут. И там, может, прироста не будет? Прирост есть. Слушай, они могут? Офигеть. Чего я раньше этим не занимался? Я сразу скажу, ребят, что я наперед в серии записываю. Сейчас прям конкретно наперед. Потому что я сейчас не уверен в том, что я смогу записать видео на днях, когда я прям серьезно работаю. И там времени просто нет записывать. По-любому кто-то это писал. Сто процентов я уверен, что кто-то это писал. Так что сорян, ребят. Я вот сам к этому пришел. Так, а там восстание случилось? А вот здесь. Ну, пошли разберемся. Блин, тогда надо этим заниматься. Команду еще вот такую нужно поставить. Кстати, культуры стали признаменами, когда мы стали империей. Чего я тянул ради этого престижа? Ну, нафиг его могли хоть избавиться от дебефов. Пускай небольших, но все равно. Столько у количества провинций. Вот, и теперь у нас есть три места. Мы можем взять и уральскую, персидскую, хороцианскую признать. Но они 4% всего занимают. А стоить это будет 99 очков. Как бы тратить столько ради 4%. Ну, давайте потратим на вот эти вот две, которые по 4%. На эти, я думаю, тратить смысла нет. Наши дип очки, лучше я их вот сюда вот так вот. Опа, и опа. И опа, и черт. О, золотодобыча 12, теперь 14 с копейками. Ну, пойдет. Яркент опять на трансаксанию собрался нападать. Ну, давайте поучаствуем, что ли. Чё бы нет. Мне тут есть, чё ещё забрать. Вот эти вот территории, например. Ну, эти. О, слушай, могу их выделить. Раньше вроде нельзя было. Сейчас у нас тут это. Хан умер. Я в итоге получил ужасного наследника. Так что избавился от него. Потратил, конечно, престиж. Ну, я очень хочу, чтобы именно вот этот вот пришёл к власти. Что он красавчик. 5-4-3. Да. И при этом 0 лет. Вообще класс. Советники тоже все отвалились. Сейчас у денег накоплю. Назначу их и пойдём уже на эту речь посполитую. Ждём сейчас, пока эта вот война закончится. Ой, стой. Я эту пробку не оккупировал. Давайте сюда вот. А по поводу идей вот этой я уже 3 тут взял. Он 4. А прокачивать технологии тут у нас дебаф. Посмотрите, на сколько лютый. Мануфактуры ещё нужны. А у меня как бы с ними тут, ну, проблемы. Такие серьёзные. Мне бы глобальную торговлю хоть принять на 3000. Так что, может, кстати, накопим вот эти вот денежки. Так. И чё мне дали здесь? Вот эту пробку дали. Опа. А дали вот эту тоже вот 14 разоряем. Национализируем. А это не дали. Харасан появился. Ну, нафига ты его выделила? Эээ. Ну, ладно, слушай. Ну, пойдём. Сейчас и деньги докоплю, и прямой с этого. Тогда уже на Польшу нападём. Это чё, задание выполнено? Какое ещё задание? Пу-пу-пу-пу-пу. А, строить мануфактуры. У меня 21 штука. Так это ж, я их не строил, я их заполучил. О, на 25 лет эффективность производства. И казна увеличится на 2000. О, слушай, так... Так уже принимаем тогда. Давайте. Глобальная торговля. Купцы плюс 1. Где плюс 1? А вот он. Появился. Всё. Куда мы тебя поставим сейчас? По проценту 26. Наверное, сюда. Это тут 20, но денежек больше в Самарканде. Эм, тут... Фигня? Фигня? Фигня, да, наверное, всё-таки на Самарканд поставлю. О, всё, бля. Ещё одно задание выполнено. А, имперское завоевание. Общее развитие более 1000. Престиж увеличится на 30. О, как раз. И на 25 лет время сепаратизма минус 5. Тоже полезно. С учётом наших завоеваний. Доход уже плюс 60. Вот именно с деньги сразу. Ну ничего. Новгород собирается восстать. Ну да пофиг. Повышаем расходы на армию. Плюс 26 сейчас у нас. При максимальных расходах. Ну и, конечно же, крепости подрубаем. В итоге у нас плюс 16. Неплохо. Сплочённых с либо же национальных беспорядков. Давайте вот это вот возьмём. А то... О, всё, теперь оно падает. Вообще всё падает. Ну, кроме всякой этой вот фигни. Чё, пора теперь нападать на Польшу? Давайте мы это сделаем лучше в следующей серии. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы. А также играйте в мультиплиарные партии. Или просто общайтесь на нашем сервере. Здесь в коротке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбр. Спасибо большое за просмотр. До встречи.